Антон Мельченко В Украине не досталось ни одной из почти десятка действующих в Антарктиде советских полярных станций. Все они стали российскими. К счастью, ошибка была исправлена до того, как антарктические исследования на Украине прекратились полностью. 6 февраля 1996 года над британской станцией Фарадей, согласно с договором о передаче этой станции Украине, был поднят наш государственный флаг. С этого же дня станция получила новое имя – Академик Ивернацкий. Станция расположена на острове Галендеса, к западу от Антарктического полуострова. Климат здесь достаточно умеренный. Средняя температура самого холодного месяца, августа, минус 12. В январе установится температура около нуля. То есть здесь теплее, чем в центральных областях Антарктиды, но значительно холоднее, чем на аналогичных широтах в северном полушарии, скажем, в Архангельске. Впрочем, сложность зимовки даже не в относительной суровости климата. Зимовщикам предстояло прожить вместе 14 месяцев. Из них 8 – в полной изоляции. Ближайшая станция, американская Палмер, находится в 54 километрах. Британская Розера лежит в 300 километрах от Вернадского. Зимой преодолеть эти расстояния чрезвычайно сложно, а поэтому здесь не место циникам и пессимистам. В нашей команде, в том числе, было 2 харьковчан и 2 одесситов. Одесситы были настоящие, а харьковчане тоже. Поэтому вопрос о столице юмора на Украине дискутировался неоднократно с переменами. Вообще же подобралась очень хорошая команда, хотя каких-то специальных тестов психологического совместимости не проводилось. Критериями отбора были профессионализм и хорошее здоровье. Мне сложно сравнивать степень сурвости отбора с отбором космонавтов. Наверное, наш отбор был мягче, хотя бы потому, что нет многих ограничений, например, по зрению. Всего в состав экспедиции входило 11 человек, 6 техноей и 5 научных сотрудников. Научная работа на станции имеет свои традиции. Именно здесь, на бывшем Фарадее, при помощи спектрофотометра Добсона, были открыты печально известные озоновые дыры. Полярная станция обладает сложнейшей системой жизнеобеспечения. В хозяйстве есть и дизель-генераторы, и облеснители морской воды и много другой техники, которые интенсивно эксплуатируются и, увы, иногда выходят из строя. Приходится ремонтировать, иногда по нескольку раз одно и то же, как это случилось с постоянно замерзавшей системой водозабора. Не обошлось без поломок и у людей. Один раз доктору экспедиции Александру Бакуновскому пришлось ремонтировать инженера-системотехника Валентина Эмельяненко. Это будня. К счастью, есть и праздники. Кроме традиционных отечественных были и унаследованные у британцев. Такой, как, например, медвинтер, в середине зимы отмечаемый непременным купанием в океане. Кстати, вода в этот момент была по-настоящему ледяная. Температура замерзания соленой воды ниже 0 градусов. 300 дней в году здесь идет снег. В редкие солнечные дни зимовщики снаряжали выходы на побережье континента и дальние острова. Биолог Александр Пекло обратил внимание остальных участников на особенности линьки молодняка в некоторых дверях пингвинов. Взрослое оперение у них появляется в последнюю очередь на голове, делает пингвинят похожими на панков и наших запорожцев. Реакция, как видим, незаметливо последует. Всяческая экономическая деятельность, отлув рыбы, отстрел животных в этих широтах полностью запрещена. Антаркеда – огромный заповедник, поэтому живность здесь в равной степени насколько доверчива, настолько и нахальна. Уж неизвестно, кто тогда бросил дверь открытой, но в нее счел возможным зайти пингвин. Вопреки утверждению классика, пингвин оказался не таким уж глупым. Любознательные птицы понадобились считанные секунды, чтобы сориентироваться и веком отправиться к знаменитому спектропотометру Токсона. Впрочем, поскольку к нему допускались лишь особо посвященные, быстро пришлось удовольствовать. Вообще же на вернадском гостям всегда рады. Летом станция превращается в настоящую туристическую мекку антарктического побережья. Здесь проходит условная граница, дальше которой путь туристам заказан. Иногда Андрею приходилось встречать по нескольку экскурсионных групп в день. Однако посещения начинаются антарктическим летом, а до этого... Во время зимовки на станции проводились первенства по бильярду, стрельбе, а также чемпионат аргентинских островов по футболу. 5 на 5 плюс судья, который одновременно исполнял обязанности и оператора. Все было по правилам и тут... В океан упал! В океан! А как это писать? Аут! В общем, футбол чуть было не превратился в водное поло. Нише за днями приближалось время прибытия четвертой украинской антарктической экспедиции. К сожалению, из-за нерегулярного финансирования украинской антарктической программы, во время смены состава было установлено несколько сомнительных рекордов. Было зафрахтовано неприспособленное для ледовых условий чилийское судно. В результате, первый в истории чилий выход гражданского судна в антарктические воды и передача станции одним составом к другому за трое суток, вместо хотя бы 10-15. Кроме того, правда это уже ни от кого не зависело, на обратном пути в колеве Дрейка, патриарх, так называлось это судно, попал в самый сильный за последние 27 лет шторм. К счастью, все обошлось. В общем, экономить надо с умом. К счастью, человеческая память так устроена, что плохое со временем забывается, а остается лишь хорошее. Год, проведенный в Антарктиде, сплотил людей. Возникла по-настоящему крепкая дружба. Поскольку средний возраст нашей зимовки составлял около 40 лет, я думаю, что в условиях города, в условиях жизни в Украине в таком возрасте найти себя настоящих друзей довольно тяжело. Поэтому я благодарен Антарктиде. Субтитры создавал DimaTorzok